Здравствуйте! Сегодня гость программы «Знакомые лица» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Владимир Иванов Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Всем приветствую вас! Владимир, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 2013 год был для вас особенным Вы были депутатом Чебоксарского городского собрания И вдруг вы стали уполномоченным по правам предпринимателей у нас в республике Скажите, пожалуйста, как все это произошло? Как поступило это предложение? Вы знаете, институт уполномоченных в Российской Федерации начал формироваться с прошлого года С 2012 года И тогда был назначен уполномоченный в Российской Федерации И я уже, честно говоря, будучи депутатом городского собрания, предпринимателем Примерял отдаленно на себе вот это, скажем так, это направление работы Но никаких предложений, понятно, не было в то время И когда оно прозвучало где-то в начале февраля, это предложение Я с удовольствием его воспринял Потому что я где-то в течение полугода в голове не по несколько раз прорабатывал, просматривал Как бы я поступил в этой ситуации или в этой ситуации по защите прав предпринимателей Ну и реальность совпала с тем, что вы представляли себе? Ну, я думаю, что практически да Потому что проблемы предпринимателей как по депутатской деятельности, так и по предпринимательской деятельности Были практически знакомы В принципе, проблемы одни и те же Многие проблемы системные И поэтому, имея статус уполномоченного, просто стало их проще решать Имея возможности, которые предоставляет именно эта должность А вот с какими сложностями вы столкнулись в первое время? Наверное, все-таки все было не так просто Ну, безусловно Смотрите, институт уполномоченного в республике стал функционировать до принятия законодательства Как федерального, так и регионального То есть, фактически, уполномоченный работал на общественных началах Не имея на то особых полномочий, которые заложены в законе И поэтому, в первую очередь, приходилось опираться на те взаимоотношения, которые были сформированы в ходе депутатской работы Благодаря взаимоотношениям с администрацией города Чебоксары, с другими органами республиканскими Какими-то взаимоотношениями, которые сложились за предыдущие годы работы Вот в течение полугода мы опирались только в основном на это То есть, большое значение играло то, что можно было просто взять, позвонить человеку, которого ты знаешь по работе И задать вопросы по проблемам того или иного предпринимателя И он давал свои комментарии и подсказывал зачастую, как можно решить вопрос Я думаю, что вот это был вопрос проблемный Тогда, когда не было какого-то законного утверждения И приходилось работать, так скажем, с колес Вот у вас сейчас уже есть свой отдельный кабинет, штат Те сотрудники, которые помогают вам в работе Потому что, наверное, все-таки один уполномоченный ничего не сделает без команды Ну, безусловно, достаточно идет большое количество обращений И самое интересное, что обращения, как правило, имеют длительную предысторию И к нам обращаются предприниматели не сразу, как только возникла проблема А когда они сами уже не смогли ее решить на своем уровне Привлекая какие-то другие государственные органы И поэтому, чтобы распутать клубки вот эти, безусловно, нужны хорошие специалисты В штате уполномоченного сейчас четыре человека В моем штате И ребята из разных направлений, которые работают Ребята молодые У нас один человек есть, который в госорганах работал Есть один человек, который работал в правоохранительных органах Есть люди, которые работали в журналистике Вот, то есть совершенно из разных сфер И это позволяет с разных точек зрения И, имея разной компетенции, посмотреть на те вопросы, которые возникают перед нами Вот вы сами достаточно долго были предпринимателем Были в шкуре предпринимателя, да? Вот можно, наверное, так сказать И вот сейчас, когда вы стали защитником предпринимателей Вы на проблемы предпринимателей смотрите по-другому? Или все-таки смотрите глазами бывшего предпринимателя? В этом, наверное, и преимущество государственного лица Сейчас должность, уполномоченную государственную должность Как раз и преимущество в том, что я смотрю на все проблемы С точки зрения предпринимателя С точки зрения того человека, интересы которых я должен защищать В таком случае возникает как раз эффект реального решения проблем Потому что люди, которые не занимались предпринимательством Порою не так, как надо, я думаю, рассматривают проблемы, которые стоят перед предпринимателями Не под тем углом И вот как раз вот этой призмой, которой мы изменяем взгляд государственных органов Как раз является институт уполномоченного Здесь, наверное, есть еще такой момент Приходят к вам предприниматели и говорят Ну ты же сам был таким же, как мы Почему ты не можешь нам здесь помочь? Вот помогай и все Вот что в таких случаях делаете? Ну я думаю, что это пример такой достаточно простой и примитивный, наверное То есть на самом деле таких заявлений пока не было К счастью Как правило, мы ведем доверительную беседу, доверительный диалог И проще предпринимателю помочь в том случае, если он открывает все нюансы, все моменты Я могу несколько привести примеров Давайте, с удовольствием Сейчас, вчера было буквально заседание общественного совета при прокуратуре Где высказался по нескольким проблемам Допустим, возбудили на предпринимателя, который руководил организацией По обучению, то есть по обучению вождению автомобилей Да, у него была организация И на него было возбуждено дело на основании того, что он якобы не заплатил 35 тысяч рублей А реальное уголовное дело, да И он уже достаточно долгое время пытался каким-то образом, чтобы это дело закрыли Но органы, которые ведут дознание, они, тем не менее, не пошли на это То есть мы сейчас занялись этим вопросом Я думаю, что ни в коем случае его деяния не соответствуют тем перспективам, в которые может развиться это уголовное дело Потом по земельным вопросам очень много обращений И часть этих вопросов мы решаем Но единственный момент, на что я могу еще обратить внимание Как правило, предприниматели, когда обращаются к нам, они до этого обратились уже в несколько органов То есть вы уже, получается, последние инстанции Практически да И они обратились во много инстанций И получается, когда решение вопроса возникает То у нас довольными остается много людей Которые в том числе принимали участие в решении той или иной проблемы То есть вот у нас, допустим, был пример Вот я думаю, что один из самых основных, наверное, примеров по итогам нашей работы в течение больше полугода Это шинные центры Ралли Которые на основании решения налоговой инспекции Было начислено 10 миллионов рублей штрафов, пени, там, до начисления налогов И благодаря предпринимателю самому Благодаря тому, что он обратился к хорошим юристам И в то же время подключились мы, представляя его интересы в суде В итоге вот всем миром на эту проблему, так скажем, налегли И в итоге все решения налоговой инспекции были отменены И он остался, и он фактически вот эту сумму не заплатил Бывают другие случаи, когда непосредственным обращением, допустим, в администрацию города Было обращение с нашей стороны по поводу выделения земельного участка Договор аренды у предпринимателя закончился на земельный участок И администрация первоначально не планировала продление договора аренды Хотя этот предприниматель там работал уже больше 20 лет В 1992 году был первый договор аренды у него заключен на этот земельный участок под мини-кафе Вот 20 лет человек работал, и тут приходит ему, значит, об отказе в продлении договора аренды Представляете, человек что чувствует, это его единственный источник дохода И благодаря тому, что администрация пошла на встречу, мы к ним обратились И вот этот договор был еще на 5 лет продлен Вот таким образом Владимир, ну вот если все-таки коротко От кого и от чего приходится защищать предпринимателей? Вы знаете, я все-таки вижу, что все основные проблемы у предпринимателей, которые возникают Все-таки из-за недостаточной правовой грамотности В принципе, законы, которые у нас существуют, они позволяют себя защитить Если ты их читаешь, если их ты чтишь Но бывают, конечно, исключения А так, защищать предпринимателей, ну, по сути дела, от кого? То есть, фактически, с теми органами, с которыми возникают взаимоотношения предпринимателей Практически по каждому органу могут возникнуть вопросы Но в отношении отдельных органов таких вопросов больше, в отношении других меньше То есть, понятно, что огромное количество предпринимателей, даже в количественном числе Обращаются к администрации города Понятно, что по этому направлению есть вопросы Но я не могу сказать, что какое-то катастрофическое количество обращений Вот в месяц сколько бывает в среднем обращении? Вы знаете, у нас мы провели подсчет На самом деле, на данный момент количество обращений выражается десятками Это много или мало? Я думаю, что этого пока, наверное, мало Потому что мы по соседним регионам смотрим, там значительно больше А вот вы как считаете, почему мало? Потому что не знаете, что у нас есть вот такая служба, как у вас? Или потому что все хорошо? Это мы пока, на самом деле, для себя не определили Мы для себя ставим такой вопрос Либо мы работаем плохо Либо о нас не знают Либо, нет, во-первых, либо о нас не знают Либо на самом деле в республике созданы условия для хорошей продуктивной работы предпринимателей Когда государственные органы идут навстречу Но я думаю, что здесь где-то правда посередке Но с другой стороны, о работе нашего органа Мы с вами часто общаемся по другим каналам Но я вижу, что пока люди в республике еще о нашем органе знают мало И поэтому еще предстоит работа по тому, чтобы о нас узнали больше, безусловно А вот куда люди должны писать, куда приходить? Во-первых, у нас есть сайт в интернете Ombudsmanbiz21.ru Ну или на сайте органов госвласти можно найти На портале органов госвласти, кап.ру, можно найти наш сайт Там все реквизиты есть Второе, это мы находимся по адресу площади Республики 2 И по телефону, который указан на сайте Вы можете тоже с нами связаться И мы очень оперативно реагируем И буквально в этот же день или на следующий день Для предпринимателя организуем встречу А вот вы стараетесь со всеми предпринимателями встретиться лично? Или все-таки через помощников чаще работаете? До определенного момента я со всеми предпринимателями встречался лично Но сейчас поток увеличивается И вот достаточно много общественных поручений Вот необходимо участвовать в общественных советах, допустим Или вот там встречаться с телевидением Или другими, в других таких случаях И поэтому вот эта общественная деятельность не позволяет постоянно Но постоянно встречаться с предпринимателями самому У меня есть квалифицированный помощник, который это делает Но если дело очень серьезное, на самом деле Я обязательно вторую встречу уже организую непосредственно сам И мы уже разбираемся с предпринимателем непосредственно при личном участии А вот такой вопрос у меня Вот вы сами изменились после того, когда получили эту должность? Вы знаете, это, я думаю, не должен говорить я Это должно говорить мое окружение Внутри себя Вот, например Вы раньше могли, например, себе позволить Встать в 9 часов, вы предприниматель, зависите сам от себя И спокойно пойти на работу Сейчас, наверное, все-таки график вашей жизни тоже поменялся Поменялись какие-то привычки? Нет, безусловно, график поменялся Объем информации, которая проходит, резко увеличился И поэтому приходится, скажем так, такое слово «сделегировать» То есть те задачи, которые есть Раздавать своим сотрудникам аппарату полномоченного В целом очень четко и жестко планировать свой день, безусловно А вообще делегировать полномочия сложно? Делегировать полномочия людям, которые профессионально занимаются своим делом, легко Владимир, вот у вас было такое замечательное хобби Я думаю, что оно осталось и сейчас Фотография Да, хобби оно есть Это моя отдушина Я продолжаю снимать, во-первых, репортажные снимки Самых важных и ответственных мероприятий, которые в республике происходят Я около 20 лет уже веду эту фотолетопись И бросать это, безусловно, не собираюсь И в свободное время тоже, безусловно, уделяю время фотографии И вот, возможно, ту выставочную деятельность, какая была, я все-таки продолжу А вам ни разу не говорили о том, что, ну, не солидно у тебя сейчас заниматься фотографией? Друзья и окружающие говорили, безусловно Но я думаю, что это, с другой стороны, какая-то фишка моя То есть это мое, и, с одной стороны, хобби С другой стороны, это часть моего лица Умение и желание красиво фотографировать Я думаю, что я от этого хобби не стану избавляться ни при каких обстоятельствах За последнее время вот были какие-то интересные у вас фотоработы? Ну, я думаю, что я вам могу продемонстрировать эти фотографии Вот после нашего с вами общения, да И вы оцените, что заслуживают они внимания или нет Что интереснее снимать, людей или пейзажи? Ну, вы знаете как, у меня все-таки направленность в течение 20 лет была больше репортажная всегда, да Я больше снимаю событийные вещи с людьми Стараюсь ловить настроение, выражение глаз, ощущение внутреннего человека показать То есть я думаю, что вот это направление репортажа И тогда, когда в кадре присутствует человек, это мне больше интересно А вот сняли вы, да, человека, уловили какое-то выражение глаз Человек увидел фотографию, не понравилось, пришел с претензией и сказал Ты почему меня застал в такой момент? Не было, я, как правило, стараюсь людей делать красивее Лучше Лучше, краше, если да, по возможности Потому что человек даже в одну и ту же минуту, в одну минуту Может быть, иметь одно выражение лица, мимические там выражения Они в доли секунды меняются И поэтому надо посмотреть, увидеть вот это интересно Как человек выглядит и как его выгоднее подать Вот мы, женщины, да, очень часто говорим Не фотографируйте меня, я не фотогенична Вообще, вот есть такое понятие фотогеничность? Или все-таки все зависит от того, в чьих руках фотоаппарат? Вы знаете, сложный вопрос Но мне кажется, здесь дело в доверии Если модель доверяет фотографу или человеку, который фотографирует То в таком случае результат будет, безусловно, хороший Я убеждена в том, что хороший фотограф – это художник А художник, как правило, вот он видит человека И он его, ну, как бы сканирует Узнает все про его характер Вот этот опыт вам помогает в вашей новой работе? Вы знаете, ну, здесь даже не только дело художника Я думаю, что люди, которые какой-то определенный прошли путь В предпринимательстве, в госорганах Или там, будучи журналистами Мы в любом случае все При первой встрече с людьми Их, может быть, так скажем, сканируем И составим первое впечатление Кстати, первое впечатление очень важно То есть вы доверяете первому впечатлению? Да, я доверяю И почему я доверяю первому впечатлению? Потому что много раз в жизни это помогало И когда в ходе работы ты перестаешь доверять первому впечатлению Потом оказывается, через год, через два, что оно все-таки было правильным Вы были достаточно долго депутатом Чебоксарского городского собрания И были на хорошем счету И я знаю, как отзываются о вас люди с вашего округа Вот вы сейчас поддерживаете с ними отношения? Или они остались без вот такого защитника? Вы знаете, интересный вопрос Во-первых, я сложил полномочия не так давно Чуть больше месяца назад И взаимоотношения с своими Ну, прошлыми теперь же избирателями Я, безусловно, буду продолжать Потому что это такой ресурс, который наработан Восьми годами депутатства И не только ресурс Это хорошее взаимоотношение Там достаточно хороший Собрался коллектив Тех людей, которые управляют Многоквартирными домами Не то, что управляют А являются председателями домовых комитетов Председателями советов многоквартирных домов Как сейчас говорят У нас длительные с ними отношения Которые были связаны с решением каких-то реальных вопросов Например, там По капитальному ремонту По ремонту дворовых территорий По обустройству детских городков И много-много было вопросов разных И у меня, более того, до сих пор там продолжает работать Помощница Которая полную информацию имеет по округу Какие там возникают проблемы И также я до сих пор продолжаю обращаться Не будучи депутатов В администрацию города По округу По решению тех или иных вопросов Кстати, контакты остались у вас с депутатами Чебоксарского городского собрания? Может быть, дружеские Какие-то отношения с кем-то? Да, безусловно Конечно, 8 лет совместной работы Это, безусловно, дает определенные взаимоотношения с людьми С определенной частью депутатского корпуса Безусловно, я думаю, что эти отношения продлятся надолго Безусловно Владимир, вот такой у меня вопрос Вы достаточно часто встречаетесь со своими коллегами Из других регионов России С такими же вот уполномоченными по защите прав предпринимателей Проблемы общие обсуждаете? У каждого региона есть похожие проблемы? Вы знаете, мы вот за полгода, вот с марта месяца Собирались уже 4 раза В разных регионах Это был Псков, это была Ярославская область Потом Пенза Потом вот буквально я позавчера вернулся из Кирова Где нас собирал уполномоченный представитель в ПФО Мы там собирались уполномоченные по Приворскому федеральному округу Безусловно, обмен опытом очень полезен Но есть общие проблемы, которые касаются всех Во-первых, проблемы, которые касаются земельных правоотношений Так как отношение к оформлению земельными участками лет 5-6 назад было формальным А сейчас правоохранительные органы, органы, которые надзирают Они более жестко стали смотреть даже на те правоотношения, которые тогда возникли И у нас очень много вопросов, связанных с оспариванием прав на земельные участки, к примеру Это вот этот момент Вопрос, допустим, о том О ответственности государственных лиц за принятие решения То есть бывает как часто Государственное лицо приняло решение По которому предприниматель потерял какую-то часть либо прибыли Либо своего бизнеса реально потерял А потом судом признано это решение государственного лица неправомерным Предпринимателю, безусловно, пока на данный момент никто его потери не компенсирует Никаким образом это лицо не понесет никакого наказания, как правило И все уполномоченные в один голос говорят, что необходимо принять какое-то законодательство О личной ответственности должностных лиц за принятие решения Когда вы встречаетесь все вместе, вы готовите какой-то документ, который потом, может быть, нужно будет отправить в Государственную Думу Чтобы депутаты уже рассмотрели ваши предложения На самом деле существует очень много каналов нашей работы, способов нашей работы Вот, допустим, к концу года, в начале декабря мы этого года Писали докладную записку на имя уполномоченного по защите прав предпринимателей Российской Федерации Для того, чтобы он включил наши предложения в доклад президенту Российской Федерации По предпринимательскому климату и о тех проблемах, которые нужно решить Каждый регион имел право до пяти сделать предложений изменения в законодательстве И мы вот эти пять предложений со своей стороны тоже внесли Владимир, и не могу не задать гендерный вопрос Вот среди уполномоченных по защите прав предпринимателей в России женщины есть? Да, я не могу сказать, что большое количество Но я вот, насколько помню, в Астрахани, в Томске, в Екатеринбурге Кстати, вот так набирается То есть прилично? Да, 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 определенное количество набирается Прямо, по-моему, в Коме, вот, есть, да, безусловно Вот у нас в республике есть уполномоченные по защите прав детей По защите прав человека И вы, вы между собой взаимодействуете? Вы знаете, мы чаще обсуждаем вопросы, да То есть вопрос, на данный момент речь не стоит о прямом взаимодействии, да Но по путям решения вопросов мы, безусловно, общаемся, да Владимир, вот приближается 2014 год Вот что бы вы пожелали себе в новом году? Год лошади Обычно говорят, да, лошадь это такое животное, которое очень много любит трудиться Вы знаете, я что пожелаю себе оставлю за кадром, да Но я могу сказать, что вот последние два года, используя какую-то литературу Я обязательно на листе бумаги записываю все, что я хочу добиться или достичь в следующем году Вот два года И я могу сказать, что это работает Вот я тоже хочу пожелать, чтобы эту привычку записывать перед новогодней ночью свои пожелания, планы А потом это не поджигаете? Нет, нет, не поджигаю Шампанское не кидаете? Нет, это не надо ни в коем случае поджигать, это надо через определенное время, раз в две недели, раз в месяц пересматривать, как все идет Вот я думаю, что эту привычку, чтобы многие восприняли и тоже взяли на вооружение Возьму ваш опыт на вооружение Владимир, спасибо, что вы нашли сегодня время, пришли к нам в студию и ответили на мои вопросы Огромное спасибо еще раз А мне остается только добавить, что сегодня у нас в гостях был уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Владимир Иванов До свидания